всем привет сегодня я в салоне графиты у оксаны кизиридис и говорить мы будем о том что можно приклеить на стены а сейчас тогда следующий вид покрытия краска да поговорим про краску то есть это тоже в принципе понятное покрытие ну что там взял взял покрасил кисточкой или валиком или распылителем может еще какие способы есть может вот такие сушки но можно делать из них и трафаретные техники но да есть есть нанесение воздушно есть безвоздушно но это уже строительные техники ладно краска что это для чего когда почему с чем едят сушки ну краска вообще самый тоже один из самых понятных инструментов да давайте разделим опять же на масс-маркет да и краски дизайнерские потому что так или иначе так тоже есть так или иначе сейчас происходит чем они отличаются то есть смысл в том что допустим вы приходите вас маркет вы выбираете просто краску вы смотрите на ее какие-то свойства да если они вас устраивают вы ее покупаете вам колеруют цвет и бывают такие случаи когда вы красите дома квартиру вы понимаете но вроде я выбирал иначе да чем получилось оксана про что сейчас говоришь про краску или про колер я все равно про краску говорю с колера вы же не красть ну чаще всего выбираете краску с цветом правильно краску без цвета вы выбираете только на потолке слушай мы сначала выбираем цвет а потом уже краску честно говоря не все так делают и честно говоря какая это будет краска мне вообще по барабану мне главное цвет какой это будет цвет вот тогда мы идем дизайнерский краска то есть если вам нужен цвет если вы отталкиваетесь именно от этого для вас важное значение имеет цвет тогда вам помогут дизайнерские краски что я под ним подразумеваю это краски которые имеют свою палитру палитра выкрашена в определенно в определенные каталоги да собственно говоря и эти цвета как пример да как пример и эти цвета друг с другом сочетаются то есть палитра подобрана дизайнерами таким образом то есть понятно что в разработке этих цветов тоже привлекали дизайнеры куда без вас вот и соответственно каждый цвет друг другом таким образом гармонирует что вы можете подобрав два-три цвета посмотрев ифа они будут между собой сочетаться вы можете выкрасить их на стене на стенах вообще куда точно используется краска потолки куда точно используется краска все чаще всего красят гардеробные Если вы хотите там сэкономить или просто сделать какую-то недорогую отделку Чаще всего выкрашиваются сейчас там санузлы или ванные комнаты Ну и собственно говоря, если у вас интерьер под это, хотел сказать, заточен Не знаю, можно ли так говорить Но то есть если у вас как бы дизайнер нарисовал дизайн с краской То тоже оно достаточно широко применяется Имеется в виду стены ровно залитой цветом Или с каким-то рисунком, или с каким-то колор-блоком Или с каким-то вот крупным там таким рисунком Чаще всего Это все можно краской сделать Да, да Но еще плюсом краска очень хороша, когда вы красите лепнину, да Какие-то вот такие вещи декоративные То есть вы понятное дело, что применяете краску Когда вы делаете какие-то декоративные вещи, вы все равно применяете краску Ну и так далее Ну понятно, что если вы красите вагончики, не знаю, там полы Или там, я не знаю, что еще можно Но можно покрасить все А мебель мы можем красить? Можете Любую, деревянную, пластиковую, железную? Есть определенные технологии Но железную, скорее всего, нет в плане долгого срока службы Но сейчас это очень такой тренд, когда я хочу что-то перекрасить Дверь, мебель То есть это называется быстрый ремонт Но мы вот сколько уже икеевской мебели перекрасили? Ну да В принципе, немеренное количество Немеренное количество Есть определенные сложности, но надо к этому подходить грамотно То есть при этом соблюдая все технологии Брать те краски, которые для этого предназначены и покрасить Можно Стены мы можем, которые уже в кафеле покрасить Кафель можем покрасить? Через специальную грунтовку Ну можем И она будет держаться? Будет держаться Короче, если вам не нравится ваша плитка в ванной А она, скорее всего, вам не нравится Берите краску Грунтовкой краска покрасили И вот у вас будет интерьер Вот, в общем, краска, я так понимаю, это суперинструмент Который, с помощью которого можно полностью преобразить интерьер Причем быстро Причем быстро И, кстати, не так уж и дорого, я так понимаю Ну, это же не дизайнерские обои от Заха Хадид Ну, я считаю, что да То есть это отличный способ Если вам вдруг надоел ваш интерьер Да, или вы хотите что-то изменить Вы можете за выходные просто взять и перекрасить комнату Но лучше нанимать профессионального маляра Чтобы не было разводов, подводов и всякое такое Хотя американцы вообще не заморачиваются Я вот их интерьеры смотрю Они, знаете, на выходных взяли кисточку Из которой еще волосы выпадают И так И вот видны потеки Видны прилипшие вот эти волосики Щетинки от кисточки Никого это не парит Знаете почему? Потому что они другие акценты расставляют в интерьере У них классная мебель стоит Классные люстры висят Классный не значит дорого Просто они подобраны таким образом Что цвет, в который они покрасили Начинает дополнять те богатства Которые уже есть в интерьере И за счет этого грамотного подхода Грамотного расставления акцентов в интерьере Они делают его богатым И уже никто не смотрит на эти подтеки На кривые вот эти покрашенные Как у нас бегают И так тут криво, тут косо Почему? Да больше смотреть не на что Понять правильно расставляйте акценты Кстати, хотите научиться? Приходите ко мне в школу Оставлю описание в описании Ссылочку в описании оставлю Так что переходите, жмите И тоже научитесь расставлять акценты Я имею ввиду Это самый, наверное, мой любимый вид отделки Потому что здесь можно так зарыться И оттуда непонятно через сколько выйти Декоративные штукатурки Можно я сразу же вопрос задам? Все себе представляют венецианскую штукатурку Это такую блестящую под камень Это первое, что пошло Но на самом деле штукатурка Это же невероятное творчество Имитация любых поверхностей